Это программа «Городская среда». Здравствуйте! Сегодня поговорим о страховании имущества. В студию для этого мы пригласили юриста экспертно-правового центра Анастасия Юрьевна Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте! Никому не режет слух такое понятие, термин, как «сезонные риски». Несколько примеров мы рассказали о них в сюжете. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова электропередач. Но они в оперативном порядке ликвидировались. И к ночи практически все были обесточенные дома, здания и микрорайоны были уже осветлены. Освещение. Также имеются факты падения деревьев и незначительные повреждения кровель у здания и сооружения. Владельцы поврежденного ураганом имущества подсчитывают ущерб. Спустя сутки после удара стихии очевидно, что потери ощутимы. Сильным ветром снесло кровлю гаража по улице Бегаш. Если строение не было застраховано, чинить крышу придется за свой счет. А здесь поваленные деревья повредили сразу несколько автомобилей. Даже по беглому осмотру понятно, что ремонт влетит в копеечку. Сразу получить компенсацию в страховой компании могут только владельцы КАСКО. Неважно, пробила машину рухнувшим деревом или водитель совершал опасные маневры во время урагана. Но есть нюанс. В договоре должен быть учтен риск стихийных бедствий. А вот другая классическая ситуация. Вечер выдался недобрым для семьи Шариповых. Между домами 29 по проспекту Строителей и 17 по улице Мира их автомобиль угодил колесом в яму. Пришлось вызывать эвакуатор. Пассажиры не пострадали, но пережили немало неприятных минут. Спасло то, что яма была очень глубокая. Если бы чуть выше была, там бы ничего не осталось от машины. Откуда взялась яма во дворе? Одна из версий – порыв участка сети водоснабжения. Если такая ситуация случается, звоните в свою управляющую компанию, которая уже сама будет обзванивать или сети АПТС, или сети водоканала. То есть найдем причину, чьи сети проходят именно непосредственно под этим участком и вызываем службы для того, чтобы и устранили эти аварийные ситуации. Что советуют юристы? Если авто пострадало, сначала надо обратиться в ГИБДД, затем в страховую компанию, где эксперт оценит нанесенный ущерб. На этом история может закончиться. Но если страховки нет, придется искать ответчика. И здесь могут возникнуть нюансы. Бушевала стихия в Альметьевске, срывала крыши с домов, валила деревья на автомобиль. Что сделать, чтобы быть уверенным, что в случае такого разгула стихии можно будет потом компенсировать ущерб? Хорошей подушкой безопасности будет договор страхования. Страховать себя можно от любого риска для того, чтобы возместить ущерб, который будет причинен третьими лицами, либо стихией. Для того, чтобы понять, необходимо ли вам застраховать себя, нужно ответить себе на вопрос, какие обстоятельства меня окружают, и есть ли вообще сезонные риски. Везна осени – это затопы, протечка крыши, например. Летом много аварий, повышается риск пожароопасности. А зимой – это сход снега с крыши, сосульки, наледь и так далее. От всех этих рисков, которые вы причислили, мы можем страховать квартиру, дом? Да, конечно. Можно выбрать любую страховую компанию, которая вам нравится. Совет могу дать, можно выбрать по рейтингу страховой компании, то есть которая выплачивает срок, которая рассматривает претензии в срок, и которая ущерб не ущемляет, а оплачивает так, как стоит это имущество. Нужно внимательно прочитать договор страхования. Там должны быть прописаны все риски, от которых вы страхуете свое имущество. Чем больше количество рисков мы прописываем, влияет ли это на стоимость полиса? Стоимость страховой премии напрямую зависит от количества риска и суммы, на которую вы страхуете свое имущество. Потому что имущество у всех разное, стоимость разная. Если страховой полис стоит мало, нужно обращать внимание, от каких рисков он вас обезопасит. Если же страховой полис завышен на ваше усмотрение, нужно смотреть, каких рисков у вас может не возникнуть. То есть, допустим, вы не живете, где горы, и сход лавины вам не обеспечен. Можно ли застраховать дачный участок, садовый домик? Есть ли там какие-то нюансы? Любое имущество можно застраховать. И страховая компания застрахует хоть диван ваш, хоть любое имущество. Другой пример. Прошелся ураган, повалил деревья на автомобиле. Здесь есть ли какой-то шанс возместить ущерб? Если ваш автомобиль не застрахован по полису Каска, то вам в данном случае нужно обращаться к собственнику данного дерева. Я называю владельца, как сказать, в кавычках данного дерева. Правила деревьев в жилых комплексах, они кому-то принадлежат. Либо к жилищной управляющей компании, либо к администрации города. Но опять-таки здесь ведь нужно смотреть, то есть по чьей вине дерево упало. Если был ураган и стихийное бедствие, нужно здесь разбираться, то есть несет ли ответственность управляющая компания, либо администрация. Если дерево было ветхое и подлежало удалению до того, как прошел сурраган, например, а этого управляющая компания, либо администрация города не сделала, то да, за это будет нести ответственность собственник дерева. Автовладелец должен обратиться к участковому. Участковый составляет акт, где прописывает, что повреждено на автомобиле. Автовладелец в данном случае себя отрахует по максимуму. То есть он ищет свидетелей, делает фотосъемку, желательно берет контакты свидетелей. То есть нужно обеспечить себя по максимуму доказательствами. После того, как все зафиксировано, уже автомобиль можно убрать и проводить независимую экспертизу. Капитальный ремонт. К примеру, работы идут на крыше, на кровле. И в определенный момент затопило жителей. Как здесь обезопасить нужно было себя? Нужно, конечно, застраховаться. Но в случае, если это произошло, когда управляющая компания меняла крышу, либо кровлю, либо какие-то работы ремонтные вела, и произошло затопление верхнего этажа, тогда нужно обратиться в свою управляющую компанию с целью, чтобы они устранили данное повреждение крыши, потолка в данном случае. В случае, если они не устранят, либо не возместят ущерб причиненного имущества, тогда также вызывается независимый оценщик, который устанавливает стоимость, отправляется претензия, в течение 10 дней ждете срок и уже подаете в суд по закону защиты прав потребителей. Могу ли я сейчас, прямо сейчас пойти в страховую компанию и застраховать? Как правило, они пишут время, с какого момента возникает их ответственность. То есть, если у вас уже проводятся работы, потекла крыша, вы пошли, то страховая компания в данном случае себя тоже обезопасит. Они пишут время. Например, 13.00 с 26 июня по 13.00 25 июня следующего года. Имущество было застраховано. К примеру, случился пожар. Куда идти? Как обращаться? Какой здесь порядок действий? Когда вы застраховались, нужно внимательно перечитать свой договор страхования. И там четко регламентирован порядок обращения в страховую компанию. В договорах практически во всех прописано, что вы должны обезопасить остальное имущество. Например, горит, а вы стоите и смотрите. В данном случае страховая компания может расценить, как то, что вы не предприняли все меры для того, чтобы обезопасить свое имущество. Понимаю человеческий фактор и что такое шок, но все-таки, как юрист, хочу все-таки от всех рисков обезопасить. Следуем по регламенту. Звоним, например, на горячую линию страховой компании. Либо, если вы это не успели, не смогли, были в шоке, то обращайте в страховую компанию после того, как составлен акт. Вы эти документы приносите в страховую компанию, пишите заявление, предоставляете документы по их списку, которые необходимы. Страховая компания рассматривает ваш страховой случай. Если все-таки страховая компания не выплачивает, не отвечает, либо ее нет уже представительства в городе, компания обанкротилась, то вы по юридическому адресу пишите, если выплата не последовала, пишите претензию и направляете страховой компанию. Спасибо огромное, Анастасия, за разговор на такую важную и актуальную для лета тему. Спасибо, что пришли. Это была программа «Городская среда». До встречи в эфире.